Всем привет! Начинаем нашу покатушку по вечернему предновогоднему Тбилиси. Постараюсь показать все впечатляемые кадры, как выглядят предновогодние дни город Тбилиси вечером. Прошу, поехали. Здравствуйте! Находимся мы в данный момент на авлабаре, с правой стороны метро авлабар. Переедем по склону в сторону Площади Свободы. Впереди видим фуникуляр. Оформление в этом году что-то пока что не очень. Но надеемся на лучшее, что еще успеют до Нового Года оформить и этот склон. Эту дорогу. Такая, типа, пробочка с левой стороны у нас. Но это неизбежимо у нас каждый вечер, я не знаю. В принципе, уже и не должно быть пробок таких особо. Дальше. Сейчас мы сворачиваем в сторону Площади Свободы. Но до Площади Свободы у нас бывшая называемая колхозная. В данный момент называется. Это мост Бара-Ташвили, имени Бара-Ташвили. И заезжаем на улицу Бара-Ташвили. Переезжаем через мост имени Бара-Ташвили. Заезжаем в бывшие колхозные. Вот так оформлено у нас тут. В центре города, как обычно, всегда более оформлено для новогодних настроений. Сейчас будем проезжать... Я не знаю, сейчас она так называется или нет. Но раньше я помню, называлась улица Пушкина была. По-моему. Тоже не подтверждаю по-моему. Я не помню точно. Но помню, что на той улице был памятник Пушкина. И со школы мы проходили перед этим памятником. Каждый год мы рассказывали стихи перед памятником Александра Сергеевича Пушкина. Вот сейчас мы заезжаем на эту улицу. Сейчас, конечно же, здесь все изменилось. Все очень-очень по-другому. Особо видеоролик я снимаю для иммигрантов Грузии. Которые очень хотят увидеть нынешнюю Грузию. Но из-за каких-то нюансов не могут приехать. Побыть на родине. С правой стороны, вот тут был памятник Александра Сергеевича Пушкина. Это давно уже убрали, реставрировали. К сожалению, конечно же. И вот тут у нас площадь Свободы. Я сделаю один круг вокруг этой елочки. Чтоб запечатлеть полностью эту елочку. Это у нас площадь Свободы. Я не знаю, кто не бывал в Грузии. Всем советую ехать, посмотреть. Многим очень-очень сильно нравится в Грузии. В частности, туристам. Которые приезжают на неделю, на две недели. И которые хотят еще и посмотреть на наши горные места. К сожалению, сейчас нет того момента, чтобы показать горные места. И передвигаемся по улице. В площадь Свободы. Как эта улица называется, я не знаю. Но вот так было красиво. Вроде бы, да. Не знаю, мне нравится. Пишите в комментариях, нравится или нет. Вот так вот красиво сделали. Так красиво еще не было, по-моему, никогда. Мне очень-очень, очень понравилось. В этом году я тоже первый раз в предновогоднюю улицу поехал. Очень было интересно детям. Мне в том числе. Супруге, которая сейчас снимает это все. Добро. Ну, в общем, как-то вот так. Сейчас мы доедем, я надеюсь, до филармонии. Покажем вам и нашу филармонию. Тут с правой стороны церковь имени Кашвете. Покажем вам и нашу филармонию. Потом идет опера наша. Это наша опера с правой стороны. Потом с правой стороны идет гостиница Филису Нарьет. Это наши новые автобусы, которые нам сейчас заграждают весь вид. Ха-ха. Что вам еще рассказать-сказать? Если обратить внимание, с правой стороны высокое здание новостройка гостиницы у нас в правой. Устроили турки. На данный момент самое высокое здание в городе Тбилиси. Я не знаю, я там не буду. Не знаю, чего, почему, почему. Это уже просвет Труставели. Так, мы двигаемся дальше. Заезжаем на площадь революции Рос. Сейчас фортепис Мавитани, так сказать. Так. Не знаю, сейчас перименовали или нет. Антимейшисты. Не хочу этим затрагивать. Врача называлась фортепис. По этой улице. По этой улице поедем в сторону Труставели. По этой улице поедем в сторону Труставели. А тут мне более-менее понравилось. Какие-то не оригинальные цены. Прямо как будто они не хотели наyzем в городе. Заставили это сделать. Но тут мне точно понравилось. Тут нам сейчас с правой стороны микроавтобус не уступает дорогу, с левой стороны инвалиды какие-то не уступают дорогу, праворульные. В общем, образовалась пробочка, я попробую перестроиться в левый ряд, конечно же, мне никто не уступит дорогу. Это очень повалевшая ситуация в левом этапе, не уступать дорогу тру-тру-тру-тру-тру. Из-за этого, в основном, у нас есть кромочки. Но вот сзади, на дорожном, наступить дорогу и мы перестроили себе в левый ряд. Спасибо ему. Спасибо чувак. Друзья, я тебе это не забуду. Пусть они тут разберутся. Поехали. Поехали. Поехали дальше. Это у нас филармония с левой стороны. Мы будем ехать до конца этой улицы. И вернемся обратно с той стороны. Тут у нас одностороннее движение. Вот тут тоже так более-менее красиво оформлено. Вот как тут оформлено, лучше бы там тоже так же оформили, где я сказал, что мне не понравилось. Более красиво, более оригинально тут оформлено, чем там. Хотя там центральная улица. Там, я не знаю, вообще там есть там. Там более движение, чем тут. Как я ранее сказал, я хотел куда-то вернуться, около филармонии. Ну, чувак, извини. Ты даже не включил поворотник, как хотел вырезать. Идем дальше. Ну и, собственно, сейчас мы заедем возле зоопарка. Поднимемся наверх. Опять в сторону проспекта Ростовели, чтобы запечатлеть параллельную улицу, которую мы здесь делали. Тут памятник, куда мы ее тоже фиксируем, это все. Зависим. Данный подъемчик, так сказать. Данный подъемчик. У нас с правой стороны зоопарк. То есть есть он сейчас, но его по технологии переносят в любое место. Так же с правой стороны у нас государственный университет. Допустим, я уже сказал, микрофон загнал. Извините за пястку. Только хотелось бы, чтобы не сигналить. И вот тут парьез пытается меня поджать. Ладно, я не хлопаю водитель, я ему уступлю дорогу. Тоже пора, может быть, заезжай. Даже не буду падать и уступлю мерседесу дорогу. Я сегодня хороший. Я, в принципе, не всегда хороший. Но сегодня особенно хороший. Сворачиваем налево. Здесь дорога и направо. Но направо я уже не стану ехать. Очень нагладно. И доля будет очень большой. Так что, извините, если вы хотите, чтобы был обзорчик направо, пишите в комментариях. Постараемся записать и обзорчик с правой стороны. Так что, продолжили вот по этой улице. Тоже вот так красиво, оригинально так. Оформлены. Молодцы. Хвалю. Не хвалю только там. А тут хватит. Периодически я молчу, чтобы накапливаться с новой энергией. И продолжить везде общение с сон. Не знаю, о чем говорить еще. Собственно, узорчик. Так. Не на развитие канала. А я уже ранее говорил. Для эмигрантов. Без грозы и кофе. Так что... Особо тоже не могу языком чесать. Я как бы не специалист в этом деле. Игнар. Так как поможет. Это нужно читать. Задачу с ним. Прикольная фура, снимаем. Фура, ну конечно же, тут даже без Мерседес. Зачем они это сейчас делают я не пойму, но чуваки реально сейчас нарушают с правой стороны дорогу, дорожное движение, к чему обычно приводится ДТП. Ладно, будем крайне осторожны, перейдем, перестроимся правее. Ну тут я уж как обычно говорю, что у нас водитель и АЭС все, могут не уступить. Опять так и крайне осторожно ездим. С правой стороны у нас 51-я средняя школа в Африке. Личная школа, наверное, я не знаю. Дальше была средняя школа, сейчас какие-то они современные люди сделали публику. Публику. Че он сказал, я не знаю. Она, то есть, вторая женщина. Чего против нее? Лучная школа в Африке. Ну, в принципе, эту улицу уже видели, я на этом тут останавливаю запись и продолжу чуть дальше, когда уже останавливаю машину и продолжу запись уже у ёлочки, которая стоит у нас на проспекте на площади Соколченко. Ну, ладно, чего уж там, скоро подключусь. И вот мы тут начинаем продолжать. Соколченко будет за мной говорить. Видим ёлочки. Береги-береги. Соколченко. Слева от меня находится парламент. Но首erk. Соколченко. Уп Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok